МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наступило наше время. Мы подводим итоги. Науку должно поддерживать не только государство, но и гражданское общество. В общественной палате состоялась первая конференция Российской ассоциации содействия науки. Есть вопрос. Президент России Дмитрий Медведев посетил журфак МГУ. В гармонии с окружающей средой кафедра экологии человека Российского университета дружбы народов отметила 15-летний юбилей. 24 января в общественной палате Российской Федерации отметили рождение новой организации. Здесь состоялась первая конференция Российской ассоциации содействия науки. Аналогичные общественные организации содействующей науки существуют во многих странах мира. В России подобное создано впервые. По словам академика РАН Евгения Велихова, Российская ассоциация должна ориентироваться на Соединенные Штаты Америки, где гражданское общество активно участвует в развитии науки уже более 100 лет. Членство Американской организации содействия развитию науки насчитывает 10 миллионов человек по всему миру. Для сравнения, в Российскую ассоциацию вошли 248 общественных деятелей и ученых из 50 регионов страны. Из них 85 делегатов с правом голоса. Одна из задач – сделать так, чтобы мы знали, что делают наши люди, чем они интересуются, что они придумывают. Чтобы мы знали, чтобы они знали, что если они что-то придумают, то это все найдет свое применение. Следующая встреча членов РАН намечена на февраль. Через месяц делегаты подведут первые итоги работы. В Казанском Привожском федеральном университете состоялась встреча ректоров российских вузов с министром образования и науки России Андреем Фурсенко. В своем вступительном слове министр рассказал об успехах в сфере высшего образования. Как положительный момент он отметил то, что работодатели участвуют в учебном процессе, а высшая школа учитывает их мнение при подготовке кадров. Министр доволен тем, что выросли масштабы исследовательской деятельности вузов. По завершению встречи было принято решение привлекать студентов к решению насущных проблем в сфере социальной жизни и развития образования. Угольная промышленность способна повысить уровень энергобезопасности страны. Как сделать так, чтобы это утверждение не осталось только словами, выясняли участники круглого стола в Московском государственном горном университете. Здесь стартовал 20-й международный научный симпозиум «Неделя горняка». Специалисты обсудили увеличение мирового спроса на уголь и методы рационального использования месторождений. Студенты предложили наглядное решение проблем в топливной промышленности. За пять дней до проведения семинара пять студенческих команд получили практическое задание, так называемый кейс. В данном случае была предложена реальная проблема, то есть не какая-то там средняя, усредненная, выдуманная, а реальная ситуация, которая произошла, и в данный момент она не решена. Бизнес-кейс подразумевает собой соотношение многих вариантов решения, допустим, три или четыре мероприятия, и в результате выбор одного лучшего и обоснование. Все это делается в презентации и докладывается некой комиссией. Так, например, решение проблемы горного производства на шахте Восточной Ростовской области студенты представили на шести слайдах за семь минут. Помимо призов победители получили шанс стать работниками на ведущих предприятиях угольной промышленности. 25 января российские студенты отмечают Татьянин день. Именно в этот день, 12 января по старому стилю, 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. В Татьянин день факультет журналистики МГУ имени Ломоносова стал площадкой для общения президента страны Дмитрия Медведева и представителей студенчества. В процессе диалога выяснилось, что учащихся волнует невозможность совмещения учебы и карьеры, а также отказ работодателей в трудоустройстве молодым специалистам без опыта работы. Социальная поддержка молодых семей волнует студентов не меньше, чем карьерные перспективы. Президент одобрил предложение по созданию частных детских садов на базе каждого предприятия. Также Дмитрий Медведев обсудил с собравшимися концепцию создания общественного телевидения. Объективность подачи информации зависит от источника финансирования нового телевидения. Будут ли это деньги налогоплательщиков, по примеру британского телеканала BBC или целевое финансирование, предстоит еще решить. Тем могло быть намного больше на аудитории Московского университета не смогла вместить всех желающих, задать вопрос президенту России. Этим летом я собираюсь отвезти своих однокурсников на свою историческую родину в Грузию. Хотелось бы уточнить, ожидается ли послабление визового режима для граждан Грузии, чтобы я также могла своим друзьям показать достопримечательности Москвы, например, Кремль. Когда в нашей стране начнут уважать людей со среди специального образования? И когда их тяжелый физический труд будут ценить так же, как и умственный? По завершению общения Дмитрий Медведев поблагодарил всех собравшихся за искренность и в то же время корректность задаваемых вопросов. Визит президента России в старейший воз страны стал одним из важнейших пунктов программы мероприятий МГУ имени Ломоносова, посвященных Дню российского студенчества. Несмотря на то, что праздник очень популярен для большинства вузов, это был обычный рабочий день, но только не для Московского государственного университета. Здесь вручили дипломы и награды лучшим преподавателям и студентам, открыли форум молодых лидеров и устроили грандиозный гала-концерт. Ректор вуза Виктор Садовничий провел торжественное заседание, посвященное 257-й годовщине основания университета, а также отдал мед из домашних запасов для традиционной церемонии разлива медовухи, свидетельствует Алина Облыгина. Более 200 лет назад в этот день студенты Московского университета в черных фраках и длинных платьях танцевали на балу. Сегодня на сцене лишь несколько пар кружатся в вальсе, однако они уже не любители, а профессионалы. Традиция в МГУ отмечать годовщину со дня основания вуза остается неизменной, как и поздравлять друг друга с Днем российского студенчества. Причем виновники торжества стали одними из организаторов праздника. Я и также мои однокурсники-студенты выносили реликвии. Это устав МГУ и приказ Екатерининский, оригинальные документы. Но без помощи ректората не обошлось. Торжественное заседание открыл ректор Московского государственного университета имени Ломоносова. Он рассказал о достижениях вуза и о планах по созданию школы-интерната для одаренных детей со всей России. Эстафету подхватили приглашенные гости. Среди них были и две студентки Татьяны. Девушки прошли настоящий отбор. Мы просто проводили некий кастинг. Девчонки проявляли свою инициативу, написали собственную речь, которую мы выбрали наиболее подходящую, наиболее яркую, добрую, отзывчивую, теплую. Однако самым важным критерием при отборе Татьяны была хорошая успеваемость. Этим качеством, впрочем, могут похвастаться практически все студенты МГУ. Учебу в университете они удачно совмещают в занятиях музыкальных и танцевальных классах. Студенты Московского университета, которые принимают участие в фестивалях, в конце, это как финальная встреча всех коллективов Московского университета, студенческих коллективов, которые достигли какого-то уровня, где-то участвовали в каких-то конкурсах, и победители этого конкурса участвуют в этом концерте. В этом году празднование Дня российского студенчества отличалось эксклюзивностью. Это и приезд Дмитрия Медведева на журфак, и рецепт медовухи, которую садовничий традиционно сам разливает своим студентам. В этот раз был использован мед из личных запасов ректора. На самом деле это мед 10 травм. Это мята, щебрец, лимон, корица и другие. Ну и способ приготовления. Медовуха готовится 2 месяца. Помогал ректору сам Ломоносов, а точнее один из студентов Московского университета. Ломоносову быть сложно. Нужно соответствовать этому большому образу великому человеку, который оставил неизгладимый, невероятный след века. Именно благодаря Ломоносову 257 лет назад был подписан указ о создании Московского университета. Это событие и стало началом ежегодного празднования Дня российского студенчества. Дня, когда сессия уже позади, и есть время отдохнуть не только студентам, но и преподавателям. Алина Облыкина, Никита Завада, Сергей Соснин, телеканал Просвещение. На этой неделе Татьяне День отметили не только студенты. Союз ректоров России подарил детям с ограниченными возможностями здоровья экскурсию по храму Христа Спасителя. Здесь школьники узнали факты истории собора, его секреты и легенды. Самым запоминающимся для школьников и их родителей стал подъем на смотровые площадки храма. Их у него четыре в форме креста. Отсюда открывается захватывающий вид на столицу с высоты птичьего полета. Мы с вами видим остров на той стороне. Это не просто кусок суши. Вот набережная идет, идет, она обрывается. И вот туда вода, да, вода там уже нам видна. И даже там вот кусочек набережной, вот он там виден. То есть, по сути дела, вот перед нами такая стрелка. С этой высоты видно и то место, где первоначально хотели разместить храм – Воробьевы горы. Но отказались от этой затеи в связи с недостаточной надежностью почвы. Спускаясь в основной храм, со всех сторон открывается вид на алтарь, выполненный в виде военной часовни. Это связано с тем, что сам храм посвящен победе российского воинства в Отечественной войне 1812 года. Экскурсовод обратила внимание ребят и на то, что верхняя часть храма расписана, а нижняя состоит из 36 видов мрамора со всего мира. Не менее яркие впечатления вызвал у детей нижний храм. Он не такой помпезный, может быть, нежели верхний храм. Но более интимный и теплый, потому что тут проходят службы каждый день. Тут крестят, тут венчают, тут отпевают. В наши дни трудно представить на месте храма Христа Спасителя груду обломков, когда в 1931 году собор был взорван большевиками. Кафедральный соборный храм Христа Спасителя был полностью восстановлен лишь в 90-е годы 20 века. Восстановительные работы заняли 5 лет. Настроение студенческого праздника понятно всем и без слов. Это продемонстрировали журналисты медиа-центра Северного Арктического Федерального Университета. Предлагаем вашему вниманию Татьянин день, версия из Архангельска. Северного Арктического Федерального Университета. Поэтому дерзайте, любите, учитесь и получайте удалось от жизни. Уже танцевали, согревались. Ждем пироги. Дорогие мои друзья, студенты Северного Федерального Университета, я вас всех поздравляю с Днем Студента. Ура! В первую очередь желаем хорошей учебы, отличных отметок, зачетки и стипендий побольше. Хорошего настроения и хорошо провести сегодняшнюю ночь с праздником! В 15 лет для человека заканчивается средний школьный возраст. Происходит переход от детства к отрочеству. Это период самооценки и актуализации способности. А каким является 15-летний юбилей для учебных кафедр? Что формируется в этот период? На этот вопрос мы можем ответить на примере кафедры «Экология человека» Экологического факультета Российского Университета Дружбы Народов. В январе она празднует свое 15-летие. О юбилее медитациях и восточной медицине в материале Марии Ермаченко. Машины, улицы, дома, будний бег – таковы основные особенности организма под названием «Большой город». Каждый из нас – его часть. Как можно нейтрализовать негативное воздействие мегаполиса? Это один из вопросов, ответ на который может дать наука «Экология человека». Точнее, ее представители. Еще точнее – сотрудники лаборатории экологической психологии Российского Университета Дружбы Народов. У нас даже является приоритетным направлением – это воздействие факторов окружающей среды, антропогенного характера, условиях мегаполиса. И вот мы как раз и проводим эти исследования на широкой выборке, начиная от дошкольников и кончая работниками уже трудовой деятельности 40-45 лет. Болезнь легче предупредить, чем излечить. Это известнейший принцип. Один из способов демонстрирует Мария Батурина – аспирант кафедры «Экология человека». С помощью специального аппарата за несколько минут она проводит экспресс-диагностику. Ее глазам о состоянии здоровья испытуемого рассказывают его руки. Здесь, в этом комплексе, есть пять программ, которые каждая по 20 независимым характеристикам делает свои отчеты. Мы можем посмотреть с разных сторон. То есть как так называемое биополе, которое строится по акупунктурным точкам на пальчиках. Каждый пальчик разделен на зоны. И эти точки соединены меридианами с органами или системами органов. По этим точкам строится так называемое биополе вокруг организма, где и видно те или иные органы или системы, что с ними происходит. Результат теста свидетельствует, что у студента хороший уровень энергетики. Но есть небольшой риск проблем со спиной и сосудами головного мозга. На данной стадии все легко решается с помощью расслабления. Об этом подробнее может рассказать аспирант Игорь Курясев. Эффект медитации – предмет его научной работы. Ее влияние подтверждается экспериментально. Медитация – это не что-то такое, что, знаете, сверхъестественное. Это обычный процесс. Если убрать все какие-либо догмы или что-то еще, это, по сути, метод психологической релаксации человека, который очень эффективно воздействует. В звуке огромного моря и кажется, что комната увеличивается в размерах. Сейчас проводится тренинг по методу биологической обратной связи. В данном случае регистрируется частота сердечных сокращений. Расслабиться и сделать сердцебиение более спокойным – задача испытуемого. Так развивают навык саморегуляции. Сотрудники кафедры сумели выиграть грант, и благодаря ему появилась возможность закупить необходимое оборудование. Тезисы восточной медицины теперь поверяются техническими экспериментами. Тонкие поля человеческой энергетики демонстрируются в виде диаграмм. Малоизученные медитации открывают тайны на графиках энцефалографа. Всё для того, чтобы взаимоотношения человека с окружающей средой были максимально гармоничны. Мария Ермаченко, Сергей Соснин, Телеканал Просвещение. На этой неделе в МГТУ имени Баумана стартовали ежегодные академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика Сергея Павловича Королёва. С организаторами чтений выступают Российская Академия наук и Федеральное космическое агентство. В числе гостей традиционные мероприятия посетил наш корреспондент. В церемонии открытия чтений 2012 года началась с минуты молчания. В память об академике Борисе Евгеньевиче Чертоке, почётном председателе королёвских чтений. 36 лет назад работа программы чтений начиналась с организации одной секции. Сегодня в рамках проекта функционирует более 20 разной направленности. Основными темами для обсуждения в 2012 году стали проблемы и перспективы развития исследований Венеры, Марса и его спутников. Чтобы получить следующий слой знаний, следующий уровень знаний, нам надо смелее дальше уйти в космос. Уйти роботами, уйти автоматами прежде всего, потому что да, чтобы делать большой шаг человеку дальше, надо пройти большой путь. Время визитов прошло, надо прилетать и работать. Вот основная идея практически каждого доклада. Одна из первых космических держав прошлых лет должна начать активную борьбу за передовые позиции в области исследования космоса. По словам ректора МГТУ имени Баумана Александра Александрова, поколение детей для космоса потеряно. Но есть ещё надежда на внуков и правнуков. Столь значимое чтение научное, где студенты могут посетить все 22 секции, где студенты могут встретиться с конструкторами, учёными, научными работниками, с академиками, космонавтами, которые, конечно же, являются ключевыми фигурами в проведении чтений. Особым событием церемонии открытия чтений стала презентация русского перевода книги «Ракеты и люди». Главный историк НАСА доктор Билл Берри подарил несколько экземпляров, ещё не вышедших в тираж, организаторам церемонии. Это воспоминания Бориса Чертока. В оригинале эта книга вышла ещё в 1999 году. В конце 90-х мы заключили контракт с профессором Чертоком на английский перевод книги. В ней Черток рассказывает историю российского космоса, так малоизвестную в США. В рамках чтений состоялись круглые столы и прошли традиционные заседания, секции по актуальным вопросам современной космонавтики и истории освоения космического пространства. Сергей Бойко, Екатерина Шахова, Игорь Ташаев. Телеканал Просвещение. Научные разработки, студенческие гуляния и создание общественных организаций. Таким мы увидели наше время. Желаю вам хороших выходных. До встречи на следующей неделе. И помните, новости создаёте вы, мы о них рассказываем.